Привет! Какое-то время назад я обещал, что помимо музыкального контента, буду публиковать в этом паблике что-то и из других областей медиа. Ревьюшки на фильмы, игры и тому подобное. Но, как показала практика, лучше концентрироваться на чем-то одном, что я, собственно говоря, и сделал. В нашем с вами сетевом пространстве есть достаточно людей, которые затрагивают тему современной медиакультуры очень даже хорошо. Один из них это Юрий Егупов и его паблик «Библиотека вымерших динозавров». Это авторский блог о кино, видеоиграх, литературе и сопутствующих интересностях. Какое-то время материал Юрия можно было встретить у великих и отвратительных мужиков, а это, на мой взгляд, очень даже показатель. Короче говоря, рекомендую подписаться вам на «Библиотеку вымерших динозавров». Очень хороший паблик, ссылка есть в описании к данному ролику. Всем привет! Андрей, уши в огне. Сегодня мы с вами обсуждаем новый полноформат таких молодых чуваков, как Turnstyle, который получил название Time and Space. Turnstyle известен многим молодым любителям хардкор-панка и хардкор. Ребята родом из Соединенных Штатов и за 8 лет это их второй полноформатный релиз. Что примечательно, совсем недавно группа перешла на Roadrunner Records, один из самых крупнейших метальных и тяжелых лейблов, а это показатель. Turnstyle — это представители молодой волны хардкора. Они находятся в одной тусовке вместе с Trapped Under Eyes и Angel Dust. Эти три группы состоят из одних и тех же участников. И как-то до этого особо за Turnstyle я не следил. Для меня было довольно много других хардкор-коллективов, которые меня как-то вдохновляли и интересовали. А тут в этом году, в последние несколько месяцев, подобных хороших хардкор-релизов стало мало. И я такой думаю, а чем черт не шутит, познакомлюсь с Turnstyle. Но ожидания, честно скажу, были невысоки, особенно после косяка с последним альбомом Trapped Under Eyes, который выходил уже на их собственном лейбле Pop Week. И он был, ну, мягко говоря, отстойным по сомнению с предыдущими двумя пластинками. Turnstyle раньше также выходили на этом лейбле, но вот недавно уехали на Roadrunner. И для меня это уже был такой стимул ознакомиться с творчеством конкретно вот в данный период, с творчеством группы поподробнее и получше. Что же я готов сказать по этому поводу? Вы знаете, в целом эта пластинка звучит отлично. Это по-настоящему крутая хардкор-запись, в которой очень ярко чувствуется, что чуваки отсылаются к прошлому хардкор-панка и в то же время привносят в него что-то свое. У нас в наличии бодрый звук гитар, невероятно крутая ритм-секция, очень крутые запоминающиеся припевы и вокальные рисунки. Все это на месте и все это, в принципе, составляющее одной большой хорошей хардкор-записи. Для меня знакомство с Time and Space состояло из двух частей. Первая часть — это, собственно, первое прослушивание данной пластинки. Что я испытал при первом прослушивании? Собственно, альбом проглатывается целиком суперлегко. Он заходит одним единым большим куском в 25 где-то минут. И самое, что главное, после него, после первого раза, мне не хотелось добавки. То есть я прослушал альбом, понял, что очень цельная, крутая пластинка, которая заходит с первого раза. Но я не хотел чего-то большего и чего-то еще. Дальше. Через несколько дней я написал вот это самое ревью, поэтому вот эта вот часть, она не заскриптована совершенно. Через несколько дней я переслушивал этот альбом, но переслушивал его по-треково. Переслушивал некоторые композиции, и они осели в памяти настолько сильно, что выгнать их можно только какой-нибудь другой попсовой композиции, которую ты будешь весь день напевать. Трек Moon очень крутой, который заседает у вас в голове гарантированно надолго и супер сильно. Также для себя я выделил еще три композиции, которые посели вот здесь. Первая это Single Real Thing, второй это Single Generator, и третий трек это Can't Get Away. Очень крутая хардкор композиция. Блин, вот это вот моя фраза, очень крутая хардкор композиция, такая обходительная и банальная, не находите? Да, я сам это вижу прекрасно, но с другой стороны понимаю, а каким еще образом можно охарактеризовать какой-либо хардкор альбом, если он по-настоящему крутой. Да, там качевый, понтовый звук и все такое, это все в принципе есть, и это все слышно сразу. Но именно характер определяет любую хардкор запись. У Turnstile есть характер, несомненно. Он не такой агрессивный, как у других представителей жанра. Он не такой агрессивный, как у прям брутальных, мужественных хардкорщиков. Нет, это знаете, как домашний котик, который выдрессирован и который знает, что он не может тебя кусать, по крайней мере, сильно. Поэтому, если он с тобой играет, он кусает тебя так, в полусилы, в прикусочку, чтобы ты почувствовал, как бы, что он тебя кусает, но в то же время не влепил ему оплеуху за то, что он это сделал слишком сильно. Вот и Turnstile. У них есть хардкор задор, у них есть вот эта вот бодрость духа, есть вот это стремление сделать что-то новое, но тем не менее оно не агрессивное и не сильно импульсивное, если вы понимаете, о чем я говорю. Это, не могу сказать, что плюс, не могу сказать, что минус, это, наверное, почерк группы, и он довольно-таки характерный. При первом прослушивании, где-то середины альбома, я перестал запоминать вообще какие-либо композиции, и альбом перестал быть, наверное, интересным в первую очередь, потому что все ходы, все фишки уже были изучены в первой половине альбома. Да, они крутые, вокальные партии невероятны, вот эти вот четкие переходы между хардкорными частями и какими-то непонятными вставками тоже достаточно круто, но ничего необычного во второй половине пластинки не остается. Ты это все уже знаешь, все это изучил, и вот как-то так, возможно, Тернстайл в следующий раз следует чуть больше поработать над, наверное, разнообразием и над сохранением внимания слушателей к, собственно, альбому. У них есть у кого поучиться, они находятся сейчас на очень крутом лейбле, который способен им дать невероятно большую базу знаний по этому поводу. Тернстайл и их альбом Time and Space — это хардкор новой, новой школы. Когда-то, я помню, когда появилась новая волна хардкора, где-то там в 2000-х, в нулевых, а позже и там в 2010-х, многие староверы говорили, что это не то, это не хардкор, это какая-то моднота и все такое. И вот поначалу мне про Тернстайл хотелось говорить именно так же. Это не хардкор, это моднота и все такое. Да, в этом есть что-то модное, да, они пытаются угодить именно молодежи, но, черт возьми, хардкор всегда был таким, он всегда был жанром, который старается угодить своей целевой аудитории в первую очередь и сделать это так издалека. То есть, чтобы ты не понял, что тебе угождает в текущий момент времени и звучит достаточно странно. А вы бы не поняли, что вам угождают в текущий момент времени? Но, кажется, я смог смириться с этой самой новой волной, понять, что хардкор движется, что панк-хардкор тоже развивается, и развивается он по большей части силами молодых ребят. У молодых ребят свой взгляд на музыку, у них свой взгляд на то, каким образом это все должно делаться, и флаг им в руки. Я не против, почему бы и нет. Time in Space получает 8 ушей из 10 от меня, и это достаточно неожиданная оценка по моему мнению. Ну что, друзья, что вы думаете про Turnstyle, про их новый альбом и про новую-новую волну хардкора? Напишите свое мнение в комментарии, обсуждаем вместе, все как всегда. Обязательно подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, на мой личный инстаграм, пожалуй, еще попрошу вас поддерживать «Уши в огне» любым удобным для вас способом, репосты, донаты, покупки футболок, ссылки на это все добро. В описании к ролику есть, ставьте пальцы вверх, если согласны с моим мнением, подписывайтесь на канал «Уши в огне», и на этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, «Уши в огне», до встречи в следующих видео, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok